Двойки по основным школьным предметам – итог учебного года для этого девятиклассника. Свой первый документ об образовании он, вероятно, получит в виде справки. Такие отрицательные герои, к сожалению, есть среди учеников. Они находятся в поле зрения городской комиссии по защите прав несовершеннолетних. В школе такие дети на особом контроле. На начало учебного 2016-2018 года на внутришкольном контроле состояло пять учащихся. В течение года было поставлено семь учеников за различные нарушения, пропуски, занятия без уважительной причины, явиантное поведение, неуспеваемость. Учащийся 11 класса Курич Руслан был снят с учета за примерное поведение в решении Совета профилактики. Ученики 6-го класса Довганев, Иван, Солынин, Валерий решением суда города Бендера были направлены на дальнейшее обучение и воспитание в школу закрытого типа имени Макарин. В данном случае у одного из этих детей мама в Москве, она бросила этих детей на произвол судьбы. Эти дети остались практически без попечения. И поэтому, когда мы увидели, что дети в такой сложной ситуации, то, конечно, особое внимание уделялось этим детям. Социальное сиротство сегодня – это одна из главных бед. Педагоги знают семьи и детей, находящихся в трудном или даже опасном положении. Отмечают, лучше предупреждать преступления, чем потом карать за них. В школе с трудными подростками работают, как правило, женщины – психологи, учителя, инспектор ИДН. Когда же ситуация касается мужского разговора, свое слово скажет школьный совет отцов. Для таких особо трудных детей мы попробовали привлекать отцов из благополучных семей, из семей, дети которых воспитаны, для бесед, для разговоров. Потому что зачастую те семьи, в которых растут дети, совершающие правонарушения, они неполные семьи. И вот этот совет отцов пробовал. У нас очень действенная была такая работа в седьмом Б-классе, когда родители, отцы седьмого Б-класса проводили беседы, потому что там сложный класс, трудный класс где-то требуется. И, если честно, на следующий год мы уже продумывали над тем вопросом, чтобы создать общешкольный совет отцов такой, чтобы он действенно работал. Члены комиссии провели беседы с каждым из учеников, стоящим на внутрешкольном учете. В разговоре приняли участие и родители. Замглавы города рекомендовала и другим школам перенять опыт создания совета отцов. Также необходимо усилить меры по борьбе с курением, говорили на встрече. Интересен опыт вашего совета отцов. Надеемся, что вам удастся создать общешкольный совет отцов. Будет такая возможность пригласить в нас, чтобы вы посмотрели, как он работает, функционирует. Вполне возможно, у нас очень более глубоко опыт других таких общественных формирований, которые помогают в профилактической работе. Будем рекомендовать их использовать другим школам. Молодцы, показатели у вас неплохие, достаточно хорошие, и тенденции к уменьшению негативных явлений. Поэтому так держать. Выездные заседания комиссии по защите прав несовершеннолетних будут продолжены. Они позволяют увидеть условия обучения и воспитания школьников изнутри, точечно работать с проблемами каждого ребенка.